Сегодня мы продолжаем наше чтение от Евангелия от Иоанна, 3 глава, 1 стих. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Вы являетесь Никодим. Нужно заметить, что это первый евангельский персонаж, который идет на общение с Христом, я имею в виду из фарисеев. Раньше никто не выходил из фарисеев на общение с Христом. Давайте вспомним фарисеи. Это школа внутри иудаизма. В переводе фарисеи с еврейского языка, это отделенные. Они осознавали себя как элита, богословская элита иудаизма. Они считали, что только они правильно могут толковать Священное Писание. Они считали, что только они могут учить других мудрости, законы и пророков. Это школа, если хотите, даже секта внутри иудаизма. Эта секта уже сложившимся даже образом поведения. Фарисеи были надменными людьми, тщеславными, превозносили себя внешним образом благочестия. Они подчеркивали, какие они благочестивые. Отсюда Господь говорит о фарисействе. О фарисействе как духовном недуге. Фарисей, даже в нашем сознании, это человек, который, как говорит апостол Павел, принял вид благочестия, но от силы благочестия отрекся. Это была совершенно невыносимая школа, секта благочестия. Это благочестие раздражало людей. Они не верили фарисеям. Но фарисеи были в Синедрионе. А Синедрион – это коллегиальное правление Иудейской Церковью. Никодим, человек богобоязненный, один из немногих, по-настоящему благочестивых людей, пришел к Иисусу в Иерусалиме ночью. Он становится с этого момента тайным учеником Христа. Он знал хорошо Священное Писание. Но опять-таки, знать Священное Писание для фарисея было тождественно знание его наизусть. Для восточного человека, но особенно в те времена, когда книга была большой роскошью, а вернее сказать, свитки, писались они на драгостоящих материалах, пергаменте, папирусе. Не каждый мог себе позволить книгу. И, соответственно, приходилось изучать книги наизусть. И вот школы фарисейские именно этим и занимались – изучением наизусть священных текстов. книг у евреев больше и не было. Были только книги Ветхого Завета. Других книг евреи не признавали. И поэтому все интеллектуальные усилия евреев того времени были сосредоточены на изучении, запоминании, исследовании. Не в нашем сегодняшнем понимании библейского критицизма. Евреи изучали по-своему. Вплоть до того, что они могли сказать, в какой книге сколько букв. То есть такие подробности были известны им. Более того, я приведу еще вам более изощренную тонкость изучения текста. Когда они сворачивали свиток, они могли прокалывать иголкой в определенном месте свиток. Они могли знать, на какой букве с другой стороны, эта иголка выйдет. Это было очень точное запоминание не только текста, смысла, но также и количество букв, абзацев и так далее. Поэтому неудивительно, что когда евреи вернулись из Вавилонского плена, то, как говорит нам Священное Писание, они вспоминали Писание. Потому что многие книги были утеряны. И приходилось восстанавливать, реконструировать эти книги по памяти. Если мы обратим внимание на патриархальные времена, правоццы, когда жили допотопные, вы помните о том, что многие из них жили по многу сотень лет. Они тоже были живыми книгами. Они вынашивали в себе летопись, память исторического прошлого. Они были хранилищем знаний. И вот когда Никодим обратился ко Христу со словами «Равви», это был акт серьезного признания. хранилищем потому, что Равви для фарисея был тождественен только фарисею. И он признает в нем учителя. Значит, Никодим был немного другим человеком. В результате он становится настоящим защитником Христа в результате. Вы помните, когда в Синедрионе были споры относительно Христа учения христианства. Он явно уже становился на сторону Христа. Мы знаем, что ты учитель пришедшего Бога. то есть еще кто-то был уверен в том, что он был пришедший от Бога учитель. Но мы не знаем о том, чтобы кроме Никодима кто-то еще также исповедал доверие ко Христу. «Ибо ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить». Это тоже очень важное свидетельство. чудеса. Чудеса это когда духовный мир, мир божественный приходит в этот мир. Явно, очевидно, когда мы видим, что законы, естества, законы этого мира препобеждаются более возвышенными законами. Но вы знаете, еще очень важно один момент заметить относительно чуда. Что такое чудо? Для того, чтобы утверждать, что такое чудо, для этого нужно понимать, что то, что мы знаем о природе на сегодняшний день через науку, это не значит, что это последнее знание о том, что же природа вмещает внутрь себя, какие возможности вмещает внутрь себя природа. И поэтому в некоторых случаях бывает не чудо, а бывает просто проявление каких-то дополнительных сигнальных систем, которые есть внутри самой природы. природа больше вмещает себя, чем мы знаем о ней. Поэтому что-то мы воспринимаем как чудо, но на самом деле оно таковым не является. Есть некая многослойность потенциальных возможностей природы. И то, что мы знаем, мы знаем какие-то слоям, некую поверхность этой природы. И вот если не будет с ним Бог, именно об этом говорит Никодим. Иисус же сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться, когда идет речь о рождении свыше. Для нас в принципе понятно, о чем идет речь. Идет речь о крещении, так ведь? О рождении свыше. Но вот для фарисея это было совершенно непонятно. Как может человек родиться? неужели может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Мы обнаруживаем в данном случае совершенно плотское сознание вещей у Никодима. То есть он видит вот эту поверхность возможности рождаться человеку. Вот известный биологический акт «человек рождается в мир». Это все то, что известно Никодиму о рождении человека. Ну в принципе и нам это известно. Но тем не менее Господь говорит о рождении свыше. Более того, греческий текст говорит о рождении вновь. Именно такой перевод может быть дополнительным в данном месте. Родиться вновь. Некоторые скажут, ну понятное дело рождение духовное рождение ну это рождение связанное с переменной сознания человек может сказать. Вот у меня изменилось сознание о каких-то вещах. Вот это рождение другое, новое рождение. Но вы знаете, все-таки так нельзя размышлять, когда идет речь о духовном рождении свыше. Мы должны вспомнить вот о чем. Когда человек до грехопадения жил, он был другим по качеству своего тела, то, о чем мы говорили с вами. То есть тело у него было одухотворенным. Своим телом он мог перемещаться со скоростью мысли. То есть тело не было препятствием на пути проявления его душевных возможностей. Достаточно вспомнить воскресшее воскресшего Христа. Ведь он воскрес телом своим. Он появлялся своим воскресшим телом, где он хотел. Мы вначале действуем по другому принципу. Подумали, мы хотим. Потом мы взвесили за и против и начинаем перемещать себя в пространстве. Идем ногами. А для Адама не было такой необходимости. Это не значит, что он не ходил ногами. Он мог ходить ногами. Но он мог просто по своему мысленному желанию переместиться и оказаться в другом месте. Можем даже допустить такую мысль, что если бы он хотел, он мог бы перемещаться на другую планету. Потому что Вселенная это то, что было приготовлено как подарок для человека. Весь мир со всем множеством своих галактик. Но человек, к сожалению, не воспользовался этими возможностями. И вот что же мы видим? Когда человек согрешил и вследствие греха тело его стало вот таким вот, каким мы его имеем сейчас. Оно тяжелое, непослушное, неповоротливое порой. Особенно когда оно начинает болеть и стареть. Для нас это и вовсе становится большой тяготой в жизни. И вот Господь говорит о рождении свыше. Вот рождение свыше в данном случае это идет речь о самом буквальном смысле этого слова перерождении. Когда вот эта дебилость плоти, которую мы имеем, она получает иную потенциальную возможность быть другим. Это не значит, что после крещальной купели мы выходим с ангельскими крылышками. Но такая возможность у нас именно после крещальной купели и появляется. Мы видим, как люди, которые обрели Христа, то есть через крещение, как их жизнь начинает меняться. И в результате мы знаем чудеса, которые происходят именно с переплавкой личности. Именно здесь лучше не подберешь слово переплавка. когда тело становится в каком-то смысле огненосным. Множество примеров можно приводить из жизни святых, когда они совершали такие действия, которые для смертного человека обычного невозможно. И вот об этом, конечно же, фарисеи не знали, потому что этого еще не было. Такой возможности Господь еще не дал. И вот когда будет речь идти, чуть позже, мы будем сегодня об этом говорить, ученики Христа будут тоже совершать крещение. И как будет уточнено, что Христос Сам не совершал крещение. Так вот нужно помнить, что это крещение было таким же крещением, как крещение Иоаннова. Помните, мы говорили уже о крещении Иоанновом? Оно было безблагодатным. Оно было неким первым шагом покаяния навстречу Богу. Но оно не давало возможности перерождения для человека. Не давало возможности себя изменить в сущностном качественном смысле этого слова. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. И давайте вспомним, что именно мы используем в качестве материи для Таинства Крещения. Это вода. Но что такое вода? Вода это очень необычная материя. Она бесформенна, но в то же время она все-таки имеет форму. Форму она не имеет, если мы смотрим на нее, какая она есть. но если мы возьмем какой-то сосуд, она приобретает форму, но в то же время, если мы выливаем из сосуда воду, она теряет свою форму, она свободна от формы. Затем, если мы вспомним первые страницы Священного Писания, так называемую книгу Бытия, то мы вспомним, что именно материя, называлась первоматерия, о которой мы очень подробно и долго говорили, эта первоматерия называлась водой. Помните, и Дух Святой нашавшийся над водой. Следовательно, вода, она является докосмичным материальным субстратом. Что это значит? Это значит, что не было еще Земли, не было еще истории, а вода была. И, следовательно, это одна из важных характеристик, о которых мы сейчас тоже порассуждаем. Что же происходит в Крещении, в Таинстве Крещения? Происходит погружение в эту стихию, которая может и растворять, которая может и омывать, которая может и питать жажду человека. И сам человек в процентном отношении, количественном, он состоит из воды. И вот когда человек погружается в воду, то он погружается в то доисторическое прошлое, для чего нужно человеку погрузиться в доисторическое прошлое. А потому что история, которую мы прожили, если мы крестимся особенно в сознательном возрасте, то мы эту историю писали своей жизнью, и как правило мы писали ее испорченными чернилами. Потому что наша жизнь, она исполнена греха. И вот часто человек задумается, где такая вода, чтобы можно было все это смыть своей души. Но душа, она воплощена в тело. Тело постоянно сопровождает душу во всех жизненных проявлениях души, и более того, душа проявляет себя через тело. Следовательно, мы чувствуем свою оскверненность от собственного греха, от собственной истории болезни. И вот когда человек погружается в воду, он погружается в тот мир, когда меня еще не было. И человек появляется в этот мир тоже из материнских вод. Вначале выходят материнские воды, а затем появляется на свет Божий младенец. И вот для нас этот мир становится некой возможностью погружения в доисторическое пространство, которое не имеет формы, не имеет еще оформленности. мы погружаемся. И когда человек погружается в воду полностью и целиком, то это напоминает нам погружение в землю. Это весь акт умирания. Но для чего человек должен умереть, прежде чем опять вернуться к жизни? Он должен вначале умереть для греха. Но вода, которая омывает человека от греха, как мы уже говорили, это вода огненосная, потому что она наполняется божественной благодатью, божественной энергией. Само слово энергия греческое и переводится на наш язык как действие. То есть Господь в своей энергию, в своей действии совершает через материю воды очищение души человека от греха. В этой воде присутствует духовный огонь. Почему, как мы уже знаем, вода святая, она приобретает свойства недленности, она не портится, и вот если человек не крестится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. То есть прежде чем человеку войти в этот потерянный рай вследствие греха, вне рая человек оказался уже с этой дебилой плотью, о которой мы только что говорили. И следовательно, если мы еще вспомним вообще, что с собой представляла земля до грехопадения, она не была тождественна раю. Рай это место, в которое Господь поселил для блаженства человека. А вот эту землю он должен был возделывать и он должен был ее возделывать по образцу рая. То есть Господь дает готовый образец, какой должна быть вся эта земля. А возможно все планеты, которые вокруг человека. Потому что если бы человечество умножалось, то оно имело бы необходимость в поселении. И человек смог бы все то, что сейчас кружится бессмысленно кажется над нашей головой в форме каких-то галактик. Все это могло бы быть вселенной в буквальном смысле этого слова, где человек был бы вселен, как вместо своего обитающее жилища. Сегодня мы праздновали память святителя Нектария Эгинского. И вот удивительная деталь, когда святитель Нектарий впервые оказался на острове Эгина. Это замечательный остров, цветущий, прекрасный остров, который действительно весь цветет пышной зеленью, не всегда был таковым. До того, как появился там святитель Нектарий, этот остров греки считали проклятым, потому что он был сплошной скалой, он был безжизненный. И вот когда появился святитель Нектарий, он своим подвигом молитвы стяжал такую пышность цветения жизни для этого острова. Никто в этом не сомневается, потому что это был факт. Это факт 20 века. и следовательно человек мог бы все эти бессмысленные безжизненные камни превращать в некие другие возможности для своей жизни. Видимо, каждая планета была бы для человека какой-то дополнительной возможностью особенностей жизни на ней. не было бы необходимости где-то гулять там по Марсу в скафандре, потому что вся плоть его была гораздо сильнее всяких внешних излучений и воздействий, которые сейчас являются смертоносными для человеческого тела. Ничто не могло повреждать человека, потому что всякий огонь под огнем в данном случае, я понимаю, какие-то излучения радиоактивные и так далее, они слабее того огня, который был внутри самого человека. Рождение от плоти есть плоть, а рождение от духа есть дух. Вот помните, мы как-то говорили, я хотел бы обратить вновь внимание на это, но просто в другом контексте. Самая большая скорость физического взаимодействия в этом мире это свет. Нет ничего больше скорости света. Но человек был больше скорости света. Почему? Потому что мысли, они быстрее скорости света. А дело, оно было выражением, как я уже сказал, мысленной жизни. и следовательно, человек мог свободно проходить сквозь заслон этого света и переходить в мир иной. Что и случается с святыми людьми? Они приходят сюда и уходят туда, они живут так, как они могут жить в Боге. Это есть рождение от Духа. А Духотворенный человек это человек с новыми возможностями, которые может дать только человеку Бог. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И действительно мы только знаем о том, что святые люди, они присутствуют рядом с нами. Мы знаем, что Господь Воскресший присутствует, где двое или трое собрались в Его имя, но мы Его не видим. И здесь мы видим, что Господь сравнивает Духа Святого с ветром. Обратите внимание, мы ветра не видим, но он приводит в движение, я бы сказал, даже в музыкальное движение этот мир. Когда ветер дует на море, оно приходит в движение, и волна, она звучит. И эта волна звучит в зависимости своей музыкой от интенсивности ветра. Если ветер дует на деревья, то шелест листвы тоже начинает звучать своей музыкой. Ветер, он дает звучание и вот также Дух Святой дает звучание тому потенциальному миру возможностей, которое есть внутри человека. Если Дух Святой прикасается к человеку, человек начинает звучать по-другому. Он звучит как прекрасный музыкальный инструмент. Мы видим, какие огромные прекрасные гармонические музыкальные тональности проявляют через себя святые люди. Это все благодаря тому, что коснулся человека Бог, Дух Святой. Так бывает со всяким рожденным Матухом. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев и этого не знаешь? А ведь он должен знать, потому что он взял на себя миссию учительствовать, других вести за собой, вразумлять других. И Господь заслуженно обвиняет его. Как же ты учитель Израиля, не знаешь, о чем я говорю? А ведь ты должен знать, потому что об этом уже говорили пророки в Ветхом Завете. Правда, гадательно, но тем не менее, какие-то знания ты уже должен был иметь. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. В данном случае идет речь о том, что Христос говорит от знания Отца Своего, потому что Он сказал, все, что Я говорю вам, Я принял от Отца Своего Небесного. И вот здесь нужно понять, что вот эта мысль очень важна. Он пришел в этот мир по любви к человечеству, но в то же время и выполнял послушание Своему Отцу Небесному. И все то, что Он говорил человечеству, это было взято из этого диалога, я бы сказал триалога, который был между Отцом, Сыном и Святым Духом. Вы представляете, в какие возможности Господь погружает человека? Возможность знать то, что знает Бог. Но для того, чтобы знать то, что знает Бог, для этого не нужно погружаться в какие-то сверхмистические состояния, на что сегодня очень падок наш современный человек. Вы посмотрите, как мистифицирована жизнь современных молодых людей. Это всевозможные мистические движения Готов, Эмма. А ведь на самом деле это очень страшные движения, потому что это движение, которое направлено навстречу тьме. это кажется, что они там просто так собираются для того, чтобы о чем-то поговорить. Нет. Как один из известных психологов московских, который работает в реабилитационном центре имени Анны Кронштадтского, он сказал, я, говорит, очень хорошо знаю само движение, я очень тщательно и детально изучал теоретически и зная огромное количество детей. Эмма это движение, которое в основном с 11 до 14 лет, ну, может быть, даже раньше, но обычно с 11 до 14, а Готы там 14 и дальше. в принципе, это как бы первоклассники, я имею в виду Эмму по отношению Готову, и говорит, я знаю, что все, кто, с кем не приходилось общаться, чтобы реабилитировать их, привести в нормальное человеческое состояние, все они были уже психически больными людьми. то есть, это люди, которые играют с мистикой, а мистики без аскетики нормальной не бывают, невозможно погрузиться в иные миры, не подготовив себя в правильной аскетической традиции. И опять-таки, человек входит в мистическое пространство не потому, что желает он этого. А если он погружается в мистическое пространство, то только в тот момент, когда Бог приходит к нему в его жизни, когда он видит, что человек к этому готов. Если же человек к этому не готов, то это будет большой трагедией, которая разрушает его личность, его психофизические связи, которые существуют внутри его структуры личности. особенно сейчас вот это стремление к мистике, оно воспитано на огромном количестве фэнтези. Сейчас много увлекающихся фэнтези. Фэнтези это один из жанров литературных. Это что-то между сказкой и фантастикой. это и Гарри Поттер, это и Властелин Колец, Толкина, это множество других. Я перечислил самые известные и популярные. Конечно, современные миссионеры некоторые пытаются найти в этом какое-то педагогическое положительное зерно. В принципе, это правильная попытка, потому что все равно дети будут смотреть или читать это. И они считают, что нужно правильно преподнести, правильно истолковать в том смысле, который не повредил бы личности человека. Но Толкин, он создает это произведение, это действительно очень мощное произведение. Я бы сказал, что это одно из очень мощных вообще явлений современной истории по воздействию на человека, молодого человека. Создается огромное количество увлеченных людей, которые называют себя толкинистами, и, конечно, есть разные разновидности этих толкинистов, которые одни пытаются копировать в таком, я бы сказал, костюмерном смысле жизни мира Средиземья, который описывается в «Властелине колец». Но есть, которые увлечены самой философией, самой философией вот этой мистики, многослойности мистического пространства. И в результате они думают, что это все может пройти без последствий для человеческой личности. Не может. Последствия самые страшные. Потому что существует только духовный мир, ангельский мир, демонический мир и мир человечества. Это значит, что не существует каких-то мирков, гномов, эльфов, как положительных персонажей. Но стирается эта грань, когда человек вживается в это произведение литературное. Он вживается настолько, что они начинают в ролях проигрывать постоянно это произведение в своей жизни. И вот готы, так называемые современные, это постоянно звучание как мантры одних слов смерть, могилы, мертвецы, иди за мной. Все это звучит. А с учетом современной техники, которая сейчас имеет огромное воздействие на человека. ведь раньше, если 20 лет тому назад человек слушал музыку, но он слушал в определенных временных интервалах, то есть мог дома послушать, но мог еще не знаю, где там в гостях послушать на работе, но не было этих наушников в ушах, с которыми человек просыпается и ложится. Это уже становится серьезной проблемой. Этому же психологу звонит однажды один из родителей говорит, я снял, выдернул наушники из своей дочери и она упала, стала биться в припадках с пеной. Что мне делать, спрашивает он. Вы можете себе представить, какая серьезная проблема деградации личности на почве зависимости. Следовательно, мы должны понять, что мир, духовный мир, это мир, который табуирован для человека неготового к встрече с этим миром. Потому что личность человека, она деформирована неправильностью воспитания, недолжной духовной подготовкой и дисциплинированностью духовной. Многими другими факторами, о которых я сейчас не буду упоминать. Если человек сталкивается с мистикой, сейчас очень легко, можно просто в книжный магазин зайти и взять руководство, как читать манту. И вот, к примеру, одна женщина, которая обратилась к одному психологу православному, и с ней стали происходить очень неприятные вещи. Когда он попытался выяснить вообще причину возникновения этих болезненных состояний души, то он думал, что это может быть какая-то секта, может быть, еще там какие-то мистические кружки. Оказалось, нет. Она просто читала мантру на удачу, на успех. И она прочитала об этом в книге. И вот она повторяла эти слова бесконечно. И в результате начались очень серьезные психические отклонения человека. Мы должны понимать, если не знаешь воду, не знаешь броду, не лезь в воду. Поэтому единственное православное вероучение имеет очень важный раздел. Этот раздел называется учением о прелести. Ни одна религиозная система не предлагает человеку учение о прелести. Что это за учение о прелести? Учение о прелести тщательно разбирает и объясняет, какое состояние человека в религиозной практике может быть ошибочным. и если человек вовремя не остановит себя в какой-то ошибочной религиозной практике, заканчивается одержимостью, психическими расстройствами и так далее. почему мы видим, что сектанты это потерянные люди для общества, это люди не способные жить полноценной жизнью, по той причине, что начинается религиозная практика, где нет понятия о черном и о белом. Да, конечно, говорится о том, что есть Бог, есть черт с рогами и копытами, да, но люди не понимают, а что с этим нужно делать? Не знают, как противостоять, вот как раз идет речь у апостола Павла об этом, наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей, а против духов злобы, потому что они коварны, беспощадны к человеку. И вот об этих тонкостях ведения, брания учит православная церковь. Это путь, который мог, который может пройти правильно только человек со смиренной душой, у которого есть смирение в душе, у которого нет гордости, но если человек будет кичиться своими знаниями, своими возможностями, своими способностями, это человек, который постепенно идет к страшным личностным, внутриличностным трагедиям. И как Моисей говорит далее Спаситель в 14 стихе 3 главы, вознес змею в пустыне, так должно вознесен быть Сыну Человеческому? На крест. Это был образ. И дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помните, когда евреи смотрели на этот образ змеи в пустыне, они тогда подвергались страшным атакам огромного количества змей, которые обитали в той местности пустынной. И по Слову Божьему они должны были смотреть на эту змею, медного змия, нехуштана, как евреи его называли. Последствия не стали его боготворять этот образ. И в результате были осуждены пророком. и был разрушен, уничтожен этот медный змей. Потому что сам по себе он не имел смысла. Он имел только смысл как некий образ. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но мир спасен был через Него. То есть миссия Христа заключалась в том, чтобы спасать, спасать, еще раз спасать. Поэтому даже когда человек вступал в некий идейный, вероучительный конфликт с Христом, то помните как говорил, что если даже кула будет на Сына, то этот грех простится им. Господь стал рабом среди рабов. Имеется ввиду среди своих людей Он стал ниже всех, умывал ноги своим ученикам, простым, обычным, рыбакам, крестьянам. Потому что спасать это значит забыть обо всем. Забыть о своем должностном положении, забыть о том, кто ты и что ты. Отец и мать, которые спасают свое дитя, они забывают о всякой своей, возможно, в некоторых случаях даже родительской горлости. Они все делают для того, чтобы только спасти. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверован во имя Единородного Сына Божия. А потому что человек без веры в Сына Божия теряет вообще всякую перспективу жизни, его жизни заканчивается гробовой доской. А потому что там за гробом уже нет жизни, там есть только одно мучение и погибель, вечная агония болезни, вечная агония умирания, но не способности умереть, для того, чтобы не быть, потому что душа создана человека бессмертно. Суд всякие закоулки человеческой души. Мы обращаемся ко Христу в конце первого часа, который совершается после вечернего богослужения Христе света истины, просвещая и освещая и всякого человека, грядущего он мир. Да знаменится свет лица Твое на нас, да в нем узрим свет неприступный, исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами Господь спасает человека, потому что мы видим перед своими глазами огромное количество людей, которые жили во свете, которые обличали всякий лукавый замысел своей жизни. Они ставили себя постоянно перед крестом и Евангелием. Когда мы приходим на исповедь, то мы стараемся раскрыть бездну своего греха. Открываем, преодолевая ложный стыд. Почему ложный, потому что подлинный стыд это тот стыд, который должен быть у человека перед совершением греха. Но человек умышленно погружает себя во тьму. Он делает всегда любое преступление, совершается не при свете, фанфар, а как правило совершается в тайниках. Даже тот преступник, который убил священника, он натянул на свое лицо маску и убил его в храме святом. Все совершается под покровом ночи, потому что в лунном свете все кошки серые. сложно различить кто есть кто. А поступающий по правде идет к свету. Он умышленно идет к свету, для того, чтобы светом выявлялись больше и больше глубины падения, дабы явны были дела его, потому что они в Боге заделаны. После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую и там жил с ними и крестил. Обратите внимание, что здесь идет речь о том, что он сам крестил. Но насколько бы ученики были единодушны со Христом, что когда идет речь о том, что он крестил, на самом деле он не крестил, потому что потом, чуть позже, евангелист Иоанн уточнит, он сам не крестил. А Иоанн также крестил в Эноне, близ Салима, потому что там было много воды и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу, тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы знаете, здесь потрясающий момент смирения Иоанна Крестителя. Ведь Иоанн Креститель это очень сильная личность. Это выражаясь психологическим языком, это лидер. Это человек, который мог повести за собой огромное количество людей. Он мог совершенно успешно организовать школу, свою школу, своих последователей. В нем чувствовалась гармония между мыслями, его словами и тем, что он делал. Это было потрясающе фактором воздействия на тех, кто собирался вокруг. Потому что люди как раз всегда имеют огромную пропасть между тем, что они думают, тем, что они говорят, и тем, что они делают. Он был целостной личностью, цельной, настолько гармоничной, что всякое слово проникало глубоко в душу человека. И они входили в эту воду, почему и указано, было много воды, потому что много людей приходило, чтобы принять крещение. И всех он принимал, и все они, не стыдясь в присутствии других людей, называли свои грехи. Потому что именно таким было условием для желающего принять крещение от Иоанна. Зайти в воду, произносить грехи свои в присутствии Иоанна, и, конечно же, стоящих рядом. И затем только он погружал в воду во имя будущего отпущения грехов. И вот Иоанновы ученики, они готовы были пойти и за Иоанном, и в огне, и в воду. Они даже Христа называют не Иисус Христос, даже не Иисус из Назарета, а называют Тот, Который, ты помнишь? И вот здесь они противники. Противники того, что Иоанн, креститель, ничего не предпринимает для того, чтобы остановить огромный поток, который шел уже за Христом. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. А ведь только человек получает успех какой-то, даже малейший успех среди общества. Какой-то простой украинский парень попал в пространство политики и завтра он уже будет говорить о том, что я спасу Украину. Люды, я всех вас почую. А ведь на самом деле это очень серьезные заявления. Знаете, это очень серьезная претензия. Помните, когда-то преподобные говорили, вы придете ко мне на могилку, будете молиться, я услышу вас. А сейчас можно сказать, Украина для людей. То есть наконец-то признали в электорате людей, но мы правда еще боги, которые возвышаемся на Олимпе славы политической. Они не мы, мы не они. А вот Иоанну Крестителю, а вернее сказать людям, которые считают себя крестьянами, нужно поучиться этому смирению. Он был свободен от всякой славы человеческой. Он не хотел принимать на себя никакой славы, которое было в огромном количестве вокруг него. И Он говорит далее такие слова. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. сия радость моя исполнилась. Друг жениха это дружка по-нашему. Дружок, дружба как их называют. И всегда с древних времен были эти дружки. И вот в их обязанности входило, чтобы не замучили жениха или невесту огромным количеством приветствий, чтобы не зацеловали до смерти, потому что Он должен был охранять покой жениха. Следовательно, Он был настолько слугой жениха, Он был рабом жениха в каком-то смысле, Он готов был забыть о всякой радости своей, только бы радость была огромна жениха. Когда Он говорит о том, что Он друг жениха, Он говорит о том, что Он раб жениха. И наконец радость моя исполнилась. Ему должно расти вот в чем слова, которые выражают всю суть Его благовестие, а мне умоляться. Кто из сегодняшних учеников может так сказать? Все, конечно же, сразу же пересчитают, четко у нас была и бухгалтерия наших достоинств, наших добрых дел, что вот это мы сделаем. Не забудьте. Мы напоминаем вам. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех. И что Он видел и слышал о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства Его. Он говорит о том, что Христос пришел с небес. Он прямо указывает на Его происхождение. Он небесный. И то, что вы знаете о том, что Он Сын Иосифа, Мариам, вы знаете только часть истины, а самая основная истина от вас сокрыта. Он свидетельствует то, что Он видел и узнал от Отца. Принявший Его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо немерою дает Бог Духа. Это очень важные слова. Немерою дает Бог Духа. Но для того, чтобы вместить немерность Божию, для этого нужно быть умеренным человеком. Для этого нужно умолиться, чтобы он возрос. Если человек старается постоянно самовыразиться, именно так сейчас человек говорит о своей жизни. ну каждый человек должен самовыражаться. Какое потухшее слово вообще самовыражаться? Человек, который самовыражается, это очень навязчивый человек. Это человек просто невыносимый для общения, потому что он постоянно будет подчеркивать. Ну посмотрите же, это человек, который будет похож вначале просто на дежурного клоуна, потом, конечно, если он приобретет власть, он может узаконить свое беззаконие, своего самовыражения, и все будут, конечно, дружно хлопать в ладоши, какой молодец. Обычный простой русский парень вот смог достигнуть добиться. И вся его деятельность это самовыражение, и чего он только не самовыражает за время своего самовыражения. Потом долго приходится все это, все эти бедствия преодолевать. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Далее шестая глава Евангелие от Марка 20 стих говорит нам Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его. Это сын того Ирода, который сбил вифлеемских младенцев. Это сын Ирода великого, Ирод Антипа. Именно этот Ирод был одним из четвертовластвующих сыновей Ирода. Его удел был Галилея, это северная часть Палестины, с Пиреей. И вот Пирея это место, где в Вифаваре, сегодняшней Иордании, крестил Иоанн Креститель. Он крестил на его земле. Сам Иоанн боялся, простите, сам Ирод боялся Иоанна. И в то же время с удовольствием слушал Иоанна Крестителя. А вот Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Потому что Иродиада была женой законной Филиппа, брата Иродантипы. И вот Иродантипа увел жену Филиппа. Ну, видимо, она не отказалась, Иродиада. Имя-то у нее сейчас соответствует тем нарицательным. «Иродиада» Иоанна говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего, и хотел убить его, не боялся, но боялся народа, потому что его почитали за пророков. Евангелие от Матфея, 14 глава, 5 стих. «Сей Ирод послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, когда же узнал Иисус». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 1 стих. Матфея, 4 глава, 12. «Что Иоанн отдан под стражу и продолжаем Иоанна, и дошедшим до фарисеи слух, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанна. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею, пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию». Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Нужно вспомнить, то, что такие были Самаряне. Самаряне это населявшие землю, которая принадлежала коленам, данному колену, Ефремову и Моносиеву. И вот в 721 году, когда Израильское Царство пало, и вы знаете, что Иудеи были разделены на Иудейское Царство и Израильское. Так вот, в 721 году под Ассирийцами пала Израильская часть. И вот они были отведены в Вавилонию Ассирийским Царем. Остались только простые люди, крестьяне, неграмотные люди, не знавшие Писания, остались жить на этой земле. И он заселил эту землю Царь Ассирийским язычниками. И в результате появилась такая синкретическая самарийская религия, которая исповедовала истинного Бога, но в то же время и весь языческий пантеон божеств языческих. Они также изучали Священное Писание, Пятикнижие Моисеева. Но там была огромная путаница и поэтому иудеи, то есть те, которые окружали Иерусалим, считали себя подлинными наследниками Моисея, они отвергали самарян. И в общение с ними не вступали, в брак также с ними не вступали. И вот когда Иудею нужно было пересечь, простите, для того, чтобы пройти в Галилею, в северную часть, то для этого нужно было пройти Самарию. И вот когда Спаситель проходил Самарию, то возле колодца, который ископал правотец Иаков, он остановился для того, чтобы отдохнуть. И вот ученики отлучились в город Самарянский, чтобы приобрести еду, он сидел возле колодца. Женщина Самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня Самарянки?» Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал им в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Вы знаете, вот когда Господь говорит такие слова, то очень-очень хочется, вот знаете, так внимательно понять, о чем же на самом деле говорит Господь. Он просто хочет дать свой дар. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе?» То есть Он хочет, чтобы она знала. Это во-первых. А во-вторых, Он хочет дать этот дар, который имеет. Не мерою Бог дает Духа Своему благодать Святого Духа для человека. Он так хочет наполнить этого человека. Эту самарянку, которая он знает и он ее, выражаясь современным языком, просканировал, потому что, помните, она пойдет, будет уходить к себе, и он скажет о том, что она имеет пять мужей, и тот, который пятый, тоже не муж. Он знает всю ее скверну, всю ее запутанность жизненную, греховность ее, и тем не менее, Он говорит именно эти слова. Он сравнивает благодать Святого Духа с водой живой. вот чем хочет человек и не осознает до конца утолить свою жажду благодатью Божией. Это вода живая, это подлинная вода. И поэтому человек рыскает по каким-то второсортным религиозным философским системам. Он говорит, все человеку нужно знать, все нужно вместить. Но в результате, после всего этого знания, человек ощущает полную пустоту, потому что мудрость заключается в том, чтобы знать самое главное. Если человек будет знать все, но не будет знать самого главного, а в чем же смысл его личной жизни, и что за пределами смерти, то человек будет несчастен. И только Спаситель отвечает на этот вопрос. И только Он может утолить эту жажду жизни. То ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Конечно, Господь не просто остался отдохнуть возле этого колодца. Господь знал, что кто придет к Нему. Он ждал эту самарянку, которую церковь знает как Фатинию, Светлану. Он знал о том, что именно она придет, а отправил своих горячих учеников туда. идите, купите пищу. Мы же увидим, что Христос не нуждается в данном случае в пище. Когда Ему предложат брашно, скажут, вкушай, а Он скажет, я имею другую пищу. Женщина говорит Ему, Господин, тебе подчеркнуть нечем, она не понимает, о чем идет речь. А колодец глубок, откуда же у тебя вода живая, как Никодим. Чем отличается Никодим? Это просвещенный фарисей иудей от обычной самарянки женщины. Да ничем. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ему, ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Представляете, человека наполняет эта вода живая. Он сам других может напоить этой водой живой. И эта вода, как течение, увлекает его в перспективу вечной жизни. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Она все-таки не поняла, о чем речь. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего. Он не стал дальше ей говорить, он просто решил по-другому привести ее к сознанию этой истины, о которой он говорит. позови мужа и прийди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказал. И вот здесь только она поняла, с кем она разговаривает. Нет, она конечно не осознала до конца, но она уже начала приближаться к тому пониманию, что это человек необычный. Женщина говорит ему, Господи, вижу ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться находится Иерусалиме. то есть она уже переключилась из этого колодца, из истории об этом колодце, что Иакоб пил, и скот пил. Сейчас она говорит уже о религиозных предметах, которые волновали эту женщину. Вы говорите, что храм в Иерусалиме, там нужно поклоняться, а вот наши самаряне говорят о том, что на горе Герозим. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И вот в данном случае очень интересная деталь. Спаситель отождествляет себя с иудеями. И Он говорит, а мы знаем, чему кланяемся, спасение от иудеев. Спаситель не отождествляет себя в данном случае с самарянами, хотя они тоже близки по крови, этнически с иудеями. Что, что? Конечно, но самаряне в прошлом тоже бога избран народ. Но именно вот этот религиозный синкретизм, запутанность религиозная превратило иудеев самаряна. То есть иудей это тот, который отождествлял себя прежде всего с религиозной принадлежностью. Если ты не был, не принадлежал к ветхозаветной еврейской церкви, значит, ты не был иудеем, даже если ты по крови был иудеем. И вот, тем не менее, Господь выравнивает этот разговор о бессмысленности разговора в данном случае, кто прав иудеи, самаряне, хотя указывает на правильность иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, поклоняться в Духе и Истине. Что это значит в Духе и Истине? Когда человек соединяется с Богом, то вот этим внутренним двигателем религиозной жизни внутри человека становится сам Бог. Я еще раз хотел бы обратить внимание на очень важную деталь. Господь говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Это значит, что все наши религиозные рефлексии, которые направлены навстречу Богу, они возбуждены внутри нас тем же Богом. И, следовательно, все то, что обращено от нас к Богу, оно является движением, которое заложено внутри нас Богом. Не может человек сам идти навстречу Богу. Идти так, чтобы не сбиться с истинного пути. Поэтому в духе и истине дух святой движет, дух святый внутри человека молится. И вот самый важный момент, это вопрос истины. слово истина происходит от существительного есть ина. То, что есть, это этимологически такое объяснение истины. А подлинно есть только один Бог, потому что Он самосущий, только Он имеет бытие в себе, все остальное имеет бытие и существование, только потому, что Бог дал это бытие. все из небытия призвано к тому, чтобы быть. И вот в духе и истине Господь сказал, Я есть путь истина и жизнь. И вот это значит, что человек не может правильно направляться к Богу, если он не будет знать этой истины. Я знаю, в кого я уверовал, говорит апостол Павел, это слова, которые говорят, что знание в данном случае первично по отношению к вере, потому, что человек должен знать, кому он доверяет свою вечную судьбу, свою жизнь для вечности. Человек должен знать и должен интересоваться своей верой. Если он не проявляет интереса к изучению своей веры, то это человек на скользком пути. С одной стороны, он может или впасть в теплохладность, то есть такое себе недоверие Богу или вообще отчувствение, потому что он не знает смысла вообще религиозной жизни. Или наоборот, если человек не будет знать подлинно веры, то он будет впадать в фанатизм. Это другая крайность человеческой религиозной жизни. Человек должен знать здравый смысл, как говорит апостол Павел. наш ум должен быть наполнен здравыми смыслами. И вот эти здравые смыслы Господь дает через свое божественное откровение, которое переводит на человеческий язык церковь, понятный для нас. Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобою». А простите, женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия». То есть она знает об этом. То есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Она тоже самарянка. Видите, живет надеждой на пришествие в мир Мессии. Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря, «Равей, ешь!» Но Он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» То есть мы видим о том, что когда говорит Господь, Он говорит такие вещи, которые сразу человек не может усвоить понять. Помните разговор с Никодимом и разговор с Самарянкой о воде живой и с учениками. Он говорит о пище, о которой сейчас Он написан. самарянки открылся в том, что Он весит от своих учеников. Что-что? Почему Он самарянки открылся в том, что Он весит от своих мессия? Дело в том, что Он открывается всем тем, кто готов и способен воспринять эту иску. Я думаю, что ученики уже восприняли, но другое дело, что они всего лишь люди, и весь замысел Божественного откровения человек не может сразу вместить. Он постепенно усваивает и переваривает внутри себя. Ведь человек христианином, становится тоже постепенно. Да, мы рождаемся для возможности в христианской жизни через крещение, но постепенно мы воцерковляемся, постепенно мы приобретаем навык верить, доверять Богу, любить Бога, терпеть. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит, и моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот глубина его пищу, ради этого он пришел. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. То есть одним словом вместе соборно совершают дело взращивания жатвы. Я постал вас жать то, над чем вы не трудились, то есть они не сеяли, другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины свидетельство вовше, что он сказал ей все, что она сделала. И потому когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме при цареченое через пророка Исаию, который говорит, земля Замулонова и земля Нефалимова. На пути Приморском, за Иорданом, Галилея Языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Галилея это земля, это Родина Спасителя. Но земля, как еще пророчествовал Исаия, земля Галилейская, это языческая земля. Это несмотря на то, что они были правоверными иудеями, но настолько у каждого иудея было свое представление о Боге, что все-таки по своему сознанию они сидели во тьме и сени смертной. И вот пришел воссиял свет, который просвещает всякого человека грядущего мира. И мы видим, как справилась с своей первой миссионерской задачей самарянка. Она свидетельствовала. И самаряне приняли ее проповедь. То есть то, что она говорила им, было гораздо убедительнее того, несмотря на то, что она была женщина, имела шестого мужа. Может быть, ее не уважали и не воспринимали всерьез, но тем не менее Господь взял немудрое, простое для того, чтобы умудрить и вразумить кечащихся своей мудростью своим умом. Мы видим, что в данном случае женщина является первой проповедницей, свидетельницей истины, которую она услышала от Спасителя. Я думаю, что на сегодня время уже истекло, 17.34. Если есть вопросы, я смотрю, вы смущаетесь, можете записочками передавать. Скажите, кто в роли Петра и Иоанна носил? Петр и Иоанн приснились, наверное, у Иоанна носителя, когда они пошли за письмом. Да, да, они были его учениками вначале. Да, учениками, крестил, и крестил. Да, да. А кто остальные крестил, где будет Павла? Кто Павла крестил? Ну, и Павла тоже крестил. Нет, дело в том, что Павла никто не крестил, он не принимал крещение, нет. Да, я принимал крещение. Он не принимал. В смысле, его крестил Анания, вот, но это было уже совершенно другое крещение. Он в Антиохии принял крещение. А кто это не находится? Нет, дело в том, что нужно понять, что это крещение, которое совершалось учениками, Иоанном Крестителем, учениками Иоанна Крестителя и учениками Спасителя, это крещение было скорее некой формой миссионерской проповеди. Это не было совсем то крещение, через которое мы вступаем в Церковь и становимся христианами. Иоанн Златоуст прямо говорит, что крещение, которым крестили ученики Иоанновы и ученики Христа было безблагодатное. Это очень важно. Это слова Иоанна Златоуста. То есть оно было формой миссионерской. Оно на самом деле было очень таким мощным средством миссионерским, которое воздействовало на тех, кто услышал слова Иоанна Крестителя и Спасителя. Помните первые слова, которые прозвучали из уст Спасителя Иоанна Крестителя? Покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. То есть настолько желали Царство Божие люди, но к сожалению Царство Божие они понимали неправильно. Они понимали Царство Божие как Царство, вечное Царство, благоденствие мирового правительства для Израиля. сейчас так это понимают. И когда Христос говорит о смерти, то фарисеев, конечно же, и зелотов, евреев, то есть ревнителей, это очень сильно смущало. Ну как это так? Что же это за мессия, если он умрет? Что же это за мессия, если его распнут? Они считали, что он должен быть сильным царем, лидером, который будет вести за собой. Господь говорит, царство не от мира сего, и в него возможно войти только через покаяние, не через какие-то политические перевороты. То, что проповедует в принципе любая религия, кроме православия. То, о чем мы сегодня говорили на проповеди, что везде есть самопожертвование. Все идут путем жертвенности для того, чтобы создать именно как бы довести до логического конца свою религиозную утопию. Для этого нужен, конечно, некий фанатизм. Но вот обратите внимание, Христос сразу же апостолов своих освобождает от фанатизма. Когда они узнали о Христе, когда они были впечатлены Его личностью, они готовы были уже идти за Ним, Он уходит от них в пустыню, Он оставляет их. Он оставляет для того, чтобы они остыли от всякой горячности, потому что она рано или поздно становится серьезной религиозной болезнью фанатизма. Господь ведет своих апостолов путем страданий, где разрушается всякий фанатизм. Я приведу вам замечательные слова одного из святых. Он сказал, если Господь желает иногда наказать кого-то, но опять-таки наказ, наказание мы должны воспринимать не как кару, не как расправу Бога над человеком за его грехи, а наказание как воспитательное средство. И Он говорит, в некоторых случаях, если Бог желает наказать человека, то исполняет все его желания. потому что когда Бог исполняет все его желания, а желания это мои, они мотивированы грехом, как правило, страстностью. И когда я начинаю получать свои желания уже в осуществленном виде, то я начинаю приходить в состояние расслабленности. И вот в какой-то момент я начинаю задыхаться от испражнений своих собственных желаний. Я начинаю задыхаться от самого себя. Господь дает, ну на тебе все блага. И в кого ты превратишься? Ты превратишься, знаете, вот есть кошки в квартирах живут, вот такие, понимаете, с бантиком ходят, вот большие, которых чешут с утра до ночи, понимаете, за ухом, и он мурлычет. Так вот, это очень важный такой, понимаете, образ. Вот как раз вот все удовлетворены желания этой кошки. И во что вырождается этот зверек? Просто вот в такую пушистую живую игрушку. Он перестает быть котом, он просто становится таким очень удобным местом для того, чтобы сделать зарядку для пальцев хозяина. И вот точно так же человек перестает быть человеком, когда все падает на его голову, все его желания, прихоти. Вот такой себе Ирод, Антипа, которому все падало на голову, все блага. И если не удовлетворить благо вот такого Ирода, что будет? Конечно. он потом будет искать себе Иродиану. Вы израиль до сих пор школы уже есть и как полная школа. Что, что? Вы израиль до сих пор включат школу полная школа. Нет, наизусть нет. Что? Сейчас можно уже на магнитофон записать все, понимаете? Нет, это уже прошли те времена. школы. Конечно, есть определенные школы раввинов, где они, конечно же, стараются изучать Священное Писание по возможности наизусть. Так изучают его и в семинарии богословских учебных заведений. Тоже максимально. То есть обычный как бы студент богословской школы будет в любом случае больше знать наизусть, чем обычный человек, который посещает церковь. Потому что он будет изучать, он будет исследовать. Конечно, изучает наизусть, понятно, для того, чтобы можно было аргументированно говорить, ссылаясь натуру. Ну вот, я думаю, что так дальше мы продолжаем. Евангелие Диана, 4 глава, Луки, 5 глава, Марка, 1 глава, Матфея, 8 глава. Вот так вот. Будем продолжать дальше изучение Нового Завета. Значит так, без 15, 6. Нового Завета. Нового Завета.